обнова хорошо или плохо сейчас мы узнаем что нового нам принесло это минутку сотрите как удобно сразу и вывели полный патч что у нас тут переведем новинка какая-то там не 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 надо так события поиски голубого камня чинтанами 14 дней это мы уже смотрели три акции давайте сразу ближе то есть акция каждый день заходите получаете какие-то плюшки единственно непонятно что за коробка вот это сундуков не драконии стали а вот она оборудование вот одна и вот еще две и в этих коробках там а видимо тут не написано в этих коробках там какой-то посох и еще какие-то типа заточки для нового кота оборудования будем смотреть так что у нас тут дальше ну тут понятно событие мир по обмену синих камней чинтанами и так период мероприятий с 9 января то есть после того как игра заработает до 22 января до 22 можно обменять период выпадения до 23 59 500 предметов в день вы формите их обмениваете на какие-то плюшки там же появится новый кодекс но для кодекса там нужно еще и проточить кое-что да поэтому там не все так просто синий камень чинтанами можно обменять на различные предметы у нпс который будет стоять в каждом городе то есть легко найдете его дальше к этому чуть позже перейдем магазин древних монет то есть магазине клановом не в именно в клане в клановом магазине а когда вы заходите в магазин там где донатный и соответственно вы можете там найти во вкладке вот общий товар можете найти там ивентовый магазин временный на две недели из-за клановые очки вы можете приобрести всякие плюшки там же офигенный есть сундук их целых два можно взять по 50 тысяч то есть 100 тысяч вы на этого скорее на это скорее всего потратить какие и там есть соответственно что да там у нас есть по 2 женщиня по 2 азурума и по одной ветке красной то есть сумме 4 4 2 ну и все остальное стандартно типа заточка типа там золотых драконов кто их вообще покупает и и прочее оборудование новая система оборудования транспортное оборудование машины в завозят по ходу оборудование для переноса представляет собой новое мистическое снаряжение полученное путем создания связей и оказание помощи чего загадочным фигурам из других миров вокруг корабля миража миража ну да сразу стало понятно шоцы таки создание связи и казани под пока в игру не зайду наверно может картинки какие-то что-то непонятно но наверняка контент не для новичка что-то мне подсказывает да то есть с уровня так 20 можно будет закрывать так оборудование для переноса можно разблокировать и экипировать начиная сотого уровня ведь вообще easy да то есть ну не прям для каких-то там мастодонтов там 150 уровня до ужас жесть то есть сотого уровня блин да многие твинки смогут одеть это если оно будет полезно снаряжение переноса может быть улучшена и зачаровано то есть что-то типа артефакта и так понимаю да но в нем используется камни улучшения и свитки зачарования отличные от тех ну плюс места в инвентаре простите а тех которые используются для существующего оборудования то есть это но наверное это ближе все-таки к сферам там у них отдельные и темы для того чтобы проточить сферы духа нужны правильно и отдельные и темы для того чтобы зачаровать то есть там специальный свиточек вы у нпс можете его купить поэтому и здесь они сделали но опять же минус место в инвентаре я добрый вечер жопашники так при улучшении оборудования для переноса шо за оборудование что за слово как она скорее всего в инвентаре появится или где-то в какой-то вкладке еще что-то дополнительное что вы будете таскать и к бабке не ходи она будет занимать место да иди качай сотый левел так вот отлично так снаряжение при улучшении оборудования для переноса определенные этапы улучшения предоставляют дополнительные пассивные эффекты ну вот видите я сравнил со сферами сферу когда ты точишь плюс 3 во первых ты получаешь бонус больше чем за проточку 1 и 2 сумме взятые плюс 3 очень много дает еще вы получаете дополнительный стат который там рандомится вы можете его там зачаровать как-то так ну вот как у меня в котике кто в альбоме посмотрел кстати в альбом надо котика добавить 3 уровня обновить у кого нет доступа к альбому пишите сделаем альбом один раз и на веки веков что такое альбом не знаете напишите объясню для новичка вообще топчик особенно эффекты и характеристики в отличие от существующих предметов ну наверно каждые 369 12 соответственно наверно будут эти дополнительные какие-то пассивные эффекты не знаю как это будет выглядеть сколько там будет проточек они на цифре 12 помешаны поэтому скорее всего до 12 оборудование для переноса можно посмотреть через меню так персонаж вторичное оборудование то есть это все-таки действительно будет отдельная кнопка и оборудование для переноса будет ли она именно в инвентаре отображаться по типу ваших обычных шмоток бижутерии пушки и артефактов или нет не знаю но скорее всего в какой-то вкладке именно инвентаря вашего она будет занимать место визуально может не будет видно но место будет занимать как сферы что-то типа того но это интересно это что-то новое это наверное поднимет нам всем бм и так далее и это от сотого уровня а сотый левел это не считается чем-то там неистовым сотый левел очень быстро если качаться и прям планомерно зная эту игру за два месяца можно взять да опять же непонятно будет ли оно полезно для твинков так достижения прогресс достижения может быть сделан зависимости от количества неудачных попыток улучшить оборудование для переноса и вы можете получить неудачное улучшение оборудования для переноса в качестве награды курилка скорее всего какая-то возможно уникальная курилка по типу у тебя не точится горит и это тебе добавляет или просто призыв будет на это в виде свитков и рано или поздно там на тысячный скорее всего призыв стандартный тебе что-то дадут скорее всего второй вариант обычная курилка так получение оборудования для переноса где можно получить на оборудование для переноса можно приобрести во внутриигровом магазине ну это понятно то есть донат магазин сразу новые паки чекните да и у нпс обменник темной стали теперь к нему не только один раз в день буду подходить для блесток и эликсиров посмотрите мое предыдущее видео да еще и ради этого и так обменник темной стали о боже начинается обменник темной стали коробка с оборудованием для переноса сармати нам таких три штуки бесплатно дадут стоимость один раз в день 2 ляма стали ну цена на сталь чуть поднимется до 65 копеек мне кажется опять же если там будет что-то стоящее потому что от сотого уровня это не что-то там в виде духов знаете сфер духов которые там от 121 или какого левела это более скажем так бюджетная тема это уже для новичков которые переходят в какой-то там средний этап развития что типа того но 2 ляма в день давайте посчитаем я трачу 4 ляма на свитки еще 240 тысяч на книжку и на пэта с которым может синие по выпадать еще и трачу 1 миллион на блестки эликсиры так и еще 100 сколько там 10 20 30 160 тысяч я трачу в магазине когда вот эти 4 свитка покупаю то есть совокупности это 6 миллионов 400 тысяч стали мне нужно теперь в день для развития 6 лямов 400 то есть мне конечно так как я хочу все это скупать 6400 то есть умножьте на месяц для это почти 200 лямов мне нужно в месяц просто чтоб знаете так поддержанно играть в игру ну чтоб все это скупать конечно опять же посмотрим что здесь будет и будет ли она того стоить может полный отстой будет так энциклопедия давайте откроем может он дополнительно что-то будет у нее копытца аж спаде ну зачем вот это в игре ну зачем но господи иисусе но это что игра какого-то 21 века но смысле но игра же готическая да там какие-то драконы и прочее но зачем вот эта хрень зачем вот это в игре для чего почему кстати кого нет танк ведьма арба это маг а это или это одно и то же они просто не добавили остальные классы то есть так чисто 36 ясно понятно и очки а нам дадут я так понял вот это на халяву я так понял дадут всем по сноуборду и все твинки и все остальные будут кататься нас ай так ну наверное какие то сейчас посмотрим да будут давать статы и так ага так свиток снаряжение формалы крафта свиток чар x20 сверкающий порошок очищенный камень души вот это я знаю что это а что вот это за сверкающий порошок может опять что переименовали и вот это вот свиток чар непонятно стоимость изготовления 100 тысяч меди 100 тысяч 10000 стали по изготовлению если свиток чар новые формулы крафта дворцовый мастер это тот который на ступеньках стоит по моему да так его по-моему зовут хорошо дальше сноуборды и так два сноуборда я так понял из пяти наверное какие-то можно будет задан наверное вот этот зимний цветок сноуборд по моему его дадут бесплатно всем до 2 наверное можно будет купить за донат а 2 скрафтить у нпс а наверное так и так что стоит сноуборд вилд flower 800 голды это более-менее реально аж он дает аж он дает просто сноуборд и все наверняка там что-то типа 2 процента опыта и 15 защиты от шанса крита скорее всего если так то она того будет стоить за 800 голды получить два хороших кодекса на моем этапе я за 800 голды и один кодекс не могу закрыть а тут внешка я конечно на нем кататься не буду я буду кататься на своем поросятки да и она не недорого 50 гранатов у меня насколько знаю есть даже 100 редкая трава есть снежный панакс и редко мира вообще ези как бы только 800 голды на будет потратить на два кодекса по сути дела опять же если он будет что-то давать они просто внешка и все то есть типа 300 хп он должен добавлять и еще какие-то статы по идее просто ради 300 хп я подумаю за 4000 яростный сноуборд наверно вот это да скорее всего он яростный так вот яростный тоже непонятно что выдавать так исправление внутриигровых ошибок улучшено отображение ников пользователь в списке целей а не пофиксит это аллилуйя спустя месяц ну кто не понял наверное это коснулось каждого когда вы с левой стороны вот этот радар видите каких-то игроков у вас бывало же бывало если вы не пять минут в день играете вы нажимаете на ник но ничего не происходит как будто вы сквозь него клацаете вы не можете посмотреть что за персонаж вы даже пати ему не можете кинуть ничего бывает в первой строке бывает первую можно проклацать а вторую третью нельзя к тебе к примеру бежит какой-то челик а ты даже не знаешь кто он а ты заранее можешь проклацать посмотреть как у него там bm во что одет и так далее и вот это уже ну около месяца да это прям бесит капец да один одну тысячу гранатов всего лишь всего лишь 20 тысяч золота или сколько надеюсь они все-таки по поводу этого но у меня больше идей никаких нет аллилуйя блин потому что это раздражает особенно когда ты долгое время в игре сидишь она будто накапливается особенно в башне это раздражает и когда ты на площади да везде это просто это везде мешало исправит так исправлена проблема со стоимостью восстановления опыта для для смертных приговорных для смертных приговоров в определенных диапазонах уровней со стоимостью восстановления типа дешевле сделают за голду скорее все да кто вообще за голду восстанавливает ну короче для богатых опять же что-то исправлена проблема из-за которой горячие клавиши движения и навыков можно было использовать когда информативное окно другого пользователя было открыто а это был баг да приведу пример вы открыли чью-то информацию и вы в этот момент можете нажать там w к примеру и бежать дальше да я этим часто пользовался особенно когда летишь когда ты летишь ты можешь по дороге увидеть кого-то открыть его информацию но если ты еще раз нажмешь пробел и кнопку полета ты еще раз дальше полетишь то есть как бы сквозь окно твой персонаж прожимал какие-то там навыки и прочее то есть они это уберут блин ладно ладно придется привыкать если они все 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 это уберут исправлены различные внутрь до очи пятки понятно ну короче самое интересное это не костюмчики я думаю а вот это вот оборудование потому что сотый левел есть у большинства моих зрителей мне кажется ну или около того то есть сотый левел это не стоишь там хорошо тут не цифра 170 а прикиньте заходишь в игру они такие блинать опечатка со 150 до я такой как раз 150 боже как удобно как удобно ну ладно со сотого левела я же говорю это классно будет особенно если она будет давать какую-то копку там или еще что-то можно быть твинкам подкачать там копалку чего-то там вот дальше следующее а нам показывают куда подойти давайте переведу так вот эти посохи смотрите и оно все будет выглядеть как посох смотрите он надел посох плюс сколько по-моему 0 до а у него посох плюс 12 там какой-то плюс 11 10 9 ну так чтобы все было видно вы поняли так то есть нам три посоха за акцию дадут бесплатно в коробках там на какой-то 5 по-моему день и на 11 или какой вот только сотрите непонятно у него видите не открыты слоты она может здесь напишут как открыть слоты интерфейс вы можете получить доступ в год и перенесенное оборудование через меню персонаж вторичное оружие причем сотрите он рубака унесер на посох то есть выглядеть она будет одинаково возможно здесь посох будет а здесь дайте угадаю будет там корона какая-то плащ и так далее но вроде бы только о посохе шла речь вообще непонятно может сюда все пять посохов надо будет вставить сейчас посмотрим так смотрите он точит о фигасе вы можете посмотреть показатели силы и статистику так примененную при использовании оборудование для пер переноса вы можете посмотреть состояние оборудования так каждом слоте можно установить до пяти средств переноса остальное оборудование за исключением посоха сармати будет добавлено в более позднем добавлении а то есть они нам ввели только посох потом наверное как знаете как корабль открывать будут корабль открывают там по два мира так они нам будут добавлять после посоха наверно будет какой-то там знаю вспомните легендарные предметы всех нпсов с которым вы бегали веер полюбасу будет вот этой вот курицы которая вечно придавала этого сармати помните баба с веером такая да будет женщина которая с вот этой вот типа плеткой такой вот увидите полюбасу сделают да и он кстати голдовый и нам же дадут одну по моему голдовую заточку чтобы точить итак смотрим статы чувак проточил плюс 8 физ атака спелл атака ну наверное у всех это будет одинаково то есть если ты играешь рубакой или хиллом у тебя сразу два стата будет работать интересно сколько плюс 0 ну мне кажется нулевой даст это по 25 наверное атаки мне кажется может 30 хотя 500 бм а вы правильно заметили но 500 бм а для него но по идее для всех 500 бм а будет да даже не знаю может сама шмотка знаете как фейк шмотка вот когда вы этот фрагмент одеваете красный он может вам давать к примеру 9 процентов копки и 9 процентов добычи стали но он вам все равно может дать тысячу бм а просто потому что это красный фрагмент так и здесь мне кажется видите чувак одел тупо он нулевый посох и ему там почти 500к бм а 500к 500 бм а накинула да короче физ атака у всех повысится вот где написано 78 где-то видишь это а да вон 78 точно все 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 вижу да и он получил стан рэс буст то есть защита от стана 20 и от этого дебилистейшн как он переводится защита от короче от всех дебафов каждого персонажа в игре тоже 26 от бессилия и тут видите у него на сразу написано на плюс 19 чего блять то есть еще раз я правильно понимаю эту картинку то есть если он проточит плюс 9 то он получит 254 точности и и да он еще получается проточил вставки или это как или как это мне кажется смотрите как это работает смотрите он проточил плюс 3 и он получил допустим 13 процентов защиты от стана понимаете когда он проточил плюс 4 защита от стана тоже проточилась когда плюс 5 тоже когда плюс 6 он получил новый навык видите новый бонус имеется ввиду и он изначально дает 20 процентов видите видите в чем прикол правда нам не показывают шанс заточки но вы же понимаете да шанс заточки плюс 8 уже процентов 15 будет поэтому он проточил плюс 8 и первый стат очень сильно бафнулся видите фактически в два раза плюс 12 там и 3 процента а этот как который он получил плюс 6 он доточил плюс 7 плюс 8 видите получил еще плюс 5 и 4 процента скорее всего так это работает и будет работать и здесь вам спойлерят что на плюс 9 вы получите двести пятьдесят четыре мать его точности и урон от всех атак плюс 12 сорок семь процентом что блять ну выше плюс 12 уже не проточишь интересно когда ты плюс 12 проточишь сколько здесь будет точности триста пятьдесят триста двадцать это как еще одна ну красная золотая пушка где-то второго грейда плюс 7 да они видимо точно но смотри это всего лишь посох скорее всего когда мы будем рассматривать здесь допустим какой-то веер или какой-то щит или какая-то корона неважно то они уже будут давать допустим там не физ атаку и маг атаку а буду давать физ защиту и маг защиту здесь будут другие кита статы допустим оворот вы поняли то есть видимо каждой шмотки будут привязаны определенные 4 стата мне почему то так кажется почему не могу писать в чате мир 4 попробую еще понимаете да скорее все это так будет каждой шмотке скорее всего будут привязаны определенные четкие статы и они еще и протачиваются по мере проточки основной шмотки то бишь в этой ситуации посох то есть нам ввели пока только посох да что плюс там если плюс 9 кто-то проточит но опять же плюс 9 заточка такой штуки это будут точить те кто богатые те кто и так точат золотые пушки там плюс 8 плюс 9 плюс 10 и так далее но там же писали что отдельные заточки нужны и скорее всего чтобы получить такую заточку вот смотрите если это заточка будет чем-то неистовым нереальным даже плюс 1 проточить подожди но плюс 1 наверно будет 100 процентов точиться интересно тут заточка будет как в обычной шмотке то есть вы плюс 4 проточите гарантированно а плюс 5 уже есть шанс что не проточиться но скорее всего и не сгорит интересно как оно будет работать а может сделаю так что даже плюс 1 уже будет 70 процентов плюс 2 уже 50 плюс 3 30 и так далее так хотя ты прав ты прав что действительно они нам здесь показывают вон правильно чаки подметил знаете еще чем мы не обсудили что многие наверно написали бы что они нам показывают голдовую шмотку а может будет и синяя и красная понимаете они нам действительно показывают например из самого-самого богатого может на сотом левеле все легко там сейчас возможно мы зайдем в игру а есть какие-то даже квесты где вы пойдете там получите вот эти вот себе там посохи синие вряд ли будут зеленые может это такой знаете как вторые артефакты скажем так добавят помните когда артефакты добавляли мы тоже все пошли делать квесты на рецепты и достаточно быстро себе сделали рецепты а когда добавляли еще второе оружие и серьги тоже все пошли быстренько делать квесты на эти рецепты скрафтили себе минимум зеленые сразу сережки там ушки и так далее есть такое мнение так а да 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 вон сармате лессенс 15 процентов шанс ингресс алл и что-то там не написано типа наверно при заточке есть 15 процентов шанс увеличить еще там что-то все статы так он видите но там не дописано что то там алл все а может это и все типа все последнее слово ладно так чтобы посмотреть его подробную информацию оборудование переноса имеет скрытые характеристики и пассивные навыки которые активируются при достижении соответствующего этапа улучшения меры предосторожности так оборудование для переноса может использоваться одинаково для каждого класса то есть даже если вы смог свапнитесь там на хила на мага на кого хотите то будет работать как артефакты короче так он будет передан он будет передан после получения путеводителя или запечатывание nft ага для так для улучшения используйте эксклюзивный материал камень улучшения оборудование для переноса название это для переноса куда ты хочешь перенестись не могли там наверняка в английской версии будет нормальное какое-то слово но у нас для переноса используйте эксклюзивный предмет свиток чар переноса для заточки я так понимаю энчант или улучшение так объединение специальное улучшение кузница дракона недоступны для переносного оборудования то есть объединять нельзя все опа нам тут показывают так чатик смотрите то есть смотрите плюс один проточить сто процентов но опять же нам показывают на золотой на золотом посохе посохи если будет только золотой то понятно если будут другие грейды то смотрите ну по крайней мере вот на наш вопрос ответили выберите целевое оборудование так выбрали за . 10k стоит 10 тысяч этой стали и еще сама заточка видите как она будет выглядеть какой-то красный камень да и бм мы получим на 72 больше если проточим а чё тут 518 дается а он когда одел у него было 400 сколько там смотрите 468 а тут 518 ммм шо я непонятно да почему так ладно не будем прикапываться может это на хиле теперь а на хиле больше бм а дало я не знаю короче вот видите как обычная заточка происходит и вы точите но по крайней мере стопроцентная заточка хотя бы плюс один мы проточим плюс 2 все 10 процентов шанс выберите целевое да 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 вы можете посмотреть шанс на успех и увеличение характеристик на каждом этапе улучшения вероятность неудачи будет применяться ха 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 блять я угадал со второго этапа улучшения так и так и будет уничтожено в случае неудачи короче чатик гц вас всех с плюс один и хватит плюс 2 если не точится все пошла в жопу может добавят какие-то заточки которыми можно будет точить и не ломать скорее всего так смысле он вот смотри от 0 до 1 будет вот 0 а будет 1 чаки наркоман блин чё ты смотри вот энчант стейдж 0 будет 1 пауэр скор видишь так что нет и не туда посмотрел и тут видишь цифры нет и тут видишь цифры нет 1 у него просто плюс 8 а все остальное видишь не точно да короче плюс 2 я не знаю какой будет шанс но наверное процентов 80 или 70 но я думаю плюс 2 плюс 3 многие будут рисковать все равно да но голдовый если будут грейды плюс 1 и хватит да даже плюс 3 вы понимаете проточить это уже будет что-то нереальное а там плюс 12 ну это на выкачка денег для того чтобы покупали стопроцентные точки это же все прекрасно и понятно так и будет скрытая статистика будет активирована при достижении стадии 3 6 9 12 сумма нарвар привет да так а пассивный навык будет а пассивный навык будет активирован при достижении улучшения плюс 8 и где тут пассивный навык смотри у него плюс 8 вот наверно он вот что-то там 15 шанс после получения атаки 15 процентов шанс что-то там увеличить весь урон наверное что-то там такое или всю защиту вот видите здесь не дописано точно вот при атаке или после атаки как правильно переводится 15 процентов шанс увеличить весь урон или всю защиту или все резисты я не знаю что там видите да плюс 8 короче точите и все даже плюс 12 видите не надо точить господи иисусе как хорошо думают о нас разрабы да так до плюс 12 можно повысить как макс максим короче одобряет так дальше а вот и таблица так можете посмотреть соответствующие достижения за которые можно получить награды при следующем количестве неудач так на определенном этапе улучшения через меню миссия достижения переносное оборудование так нажмите кнопку улучшить или используйте автоматические конечно автоматические улучшения чтобы обновить оборудование для переноса итак первый левел стоит один камень десять тысяч двести тысяч меди так сто процентов второй видите ошибся восемьдесят процентов пятнадцать тысяч триста меди третий левел уже пятьдесят на пятьдесят боже мой не но если синие будут стоить копейки то конечно синие можно там и плюс восемь реально точить двадцать тысяч но видите пока по одной заточке везде да вообще изи смотрите плюс двенадцать сто тысяч стали чтоб проточить копейки шанс правда десять процент это неважно шестнадцать четырнадцать двенадцать десять короче на плюс восемь точнуть это уже на уровне тяжелом да на всю голду скупил бедный зато пятьдесят лямов меди чтоб попытаться проточить плюс двенадцать высасывает медь так а это что такое а это у нас уже так посох смотрите так не понял так зачаровать можно и нулевой получается посох да смотрите правда статы один процент от защиты от стана два процента ну эска наверно будет процента четыре давать может пять золотой это опять же это золотой если к грейду привязано то у золотого четыре стата и смотрите какие слабые проценты это нулевой посох то есть у синего здесь будут вообще ноль ноль один проценты если опять же это привязано блин интересно да смотрите эска ему дала не три процента урона в пвп а два и четыре ну то есть обычная шмотка в которую вы вставите даст вам три процента урона в пвп ну в золотую и в красную тоже по моему так да ну самое главное действительно есть польза цена одна как обычно монетка блин пятьдесят тысяч и вот эти свитки но эти свитки мы уже видели покупать у нпс ведь они ввели два разных свитка один для сфер духов а другой вот для вот этих вот новых посохов и так далее так после зачарования можете сравнить изменения характеристик в правой части да дополнить характеристики будут рандомизированы и не будут применены по нажатию кнопку применить так я что то вот единственное не понял то есть вы вот здесь можете словить четыре стат к чему вот это тогда что вот это тогда может только лего и будет может быть я вот это тогда не понимаю ну вот смотрите три шесть девять двенадцать хорошо посох плюс восемь да у него проточен то есть три два стата проапаны а вот это что тогда вот это что я тут чуть не понял как это работает то есть ты либо тут что то рандомишь как обычную шмотку либо ждешь плюс три и оно сбросится или как может оно и то и то будет работать да может непонятно но очень интересно едем дальше ну это серьезно это хоть что-то новое и не для каких-то там сто девяносто пятых уровней так это мы отдельно сейчас посмотрим так ну тут смотрите да опять же вот коробка вот это сармати сармати короче четвертый день и на одиннадцатый мы получим три бесплатных коробки то есть сэкономим по шесть лямов стали как-то так ну я естественно в первый же день куплю так что не пропустите да я сразу после обновы куплю посмотрю что там за посох или что там ну там вроде посох будет да вот видите смотрите сармати став но тут не написан great но если он единственный и золотой то значит вот да ты можешь каждый день покупать себе посох ну в теории каждый день если покупать посох там купить там пятьдесят посохов рано или поздно то действительно плюс восемь проточишь ну типа ну согласитесь вы чё ни разу не точили Обычную шмотку плюс 8 Ну, типа, вы берете зеленую шмотку Проточили плюс 6, такие О, давай плюс 7 Плюс 7 И после этого, там, сразу же, или на следующий день Или вы взяли 10 шмоток плюс 7 И попробовали проточить плюс 8 Че, ни одна не проточилась ни разу? Ну, типа, а там шанс вообще 15%, а здесь 18 Да, вот только заточки Заточки, где брать, вот я про тоже, да 5 заточек Но плюс 1 будет все точиться Да, то есть в сумме мы получим А, так подожди, ну 5 заточек же 5 заточек ты получаешь с коробки А где их еще брать? Да, пока непонятно То есть, по сути дела, у вас будет 15 заточек Это не так уж и много Да Так что, тратьте с умом Хотя, че там с умом, берешь и точишь Понятно, короче, ну и здесь всякие плюшки Каждый день, это неинтересно Продолжим следующее Все равно, блин, это классная обнова Я считаю, что-то новое И зашибенное Здесь тоже что-то уникальное они ввели Смотрите, мы будем выбивать какие-то там Вот эти вот шарики И обменивать их на всякие плюшки Вот эти вот плюшки, видите, как на картинках Их можно будет точнуть Для того, чтобы забить Только я вот честно, я тут не дочитал Event Codex Аааа, он временный О, курьва Смотрите, он до 4 марта Надо было сразу пролистать вниз Да, он Ну, я предположил, что он, скорее всего, либо временный, либо вечный Он временный Но Но-но-но-но-но-но Даже, чтобы временный получить Видите, надо проточить Допустим, вот здесь Это бесплатно То есть, точить ничего не надо Ну, как бы вот Получил Поменял На буст опыта 3% Допустим, чтобы второй буст опыта получить А, нужен просто другой кусок Хорошо, ладно А третий Тоже Просто нужно шлем Этот, этот Хорошо Да А остальные, видите, там Более такие прохаванные бонусы Даже вот крит Надо шлем проточить Плюс 2 Плюс 3 И плюс 4 То есть, вам нужно 3 итема Не, ну какой-то до кодекса Все равно прокачаю В первую очередь, опыт закрою Да, а вот у ворот Крит Точность, видите, очень дорого получается Ну, в плане шансов Тяжело будет точнуть Да, вот Урон Можно будет, видите Плюс 1, плюс 2 Я думаю, достаточно легко будет Че тут еще Вот, скилл Дэмэдж редакшн Тяжелее всего будет, я же говорю У ворот прокачать Точность И крит Это хитрожопая, да? Говнюки сделали Может, как в СВ Руну точить статы Которые ты Зачаровал Будут тапаться И повышать Грейт А если уже проточено Так как перекок В СВ Гадкины маю Если дадут сразу Возможно зачаровать Я сразу зачарую Да Ну, типа Я не буду ждать Плюс 3 Плюс 3 Первый посох Я не захочу ломать Просто Смотрите Я Когда обнова пройдет Я смогу купить Один посох Я его проточу Плюс 1 и все И кину в чат Я думаю, каждый кинет Похвастается У всех будет посох Плюс 1 Вау Вот на четвертый день Мы сразу 2 посоха Можем получить Даже завтра На следующий день После 6 часов вечера Я не знаю Когда будет обновляться НПС Или в 6 Или в 12 Не важно То есть на следующий день Можно будет еще один посох взять А вот его уже Можно будет попробовать Там плюс 2 Проточить Плюс 3 И наверное Как у какого-то Говнючку У нас в клане Точно проточится И как вы поняли Для твинков Оно не имеет смысла То есть Тупо трата стали Твинкам оно не надо Ну разве что Ваши твинки Формят Там площадь Именно формят То есть Выбивают вам там Что-то Да Как-то так Ага И надо еще посмотреть Будет ли смысл Вот это вот Выбивать на твинке На моем же аккаунте Посмотрим Не будет ли оно влиять Вот видите Здесь всякие коробочки Там все такое Да-да-да Вот Да 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 Я думаю Что Если я правильно понял Поправьте меня Если вам будет Выпадать 500 Вот этих Если это 500 Вот этих вот Итемов 500 И оно будет стакаться Допустим Каждого будет выпадать По там 500 на 3 разделить По 170 Там с копейками Да По 170 Будет выпадать Каждого То из 170 Итемов Конечно Плюс 4 Плюс 3 Проточить Будет очень легко Это только за один день Но скорее всего Как-то по другому Оно тут будет падать Подождем Увидим Следующая акция Так Это акция Кланового магазина Видите То есть это основное Что вы можете получить Ну Я в первую очередь Или не во вторую Что я куплю Вот По 5000 Блесток эликсиры Обязательно Дальше Вот это обязательно возьму Тоже Еще Еще 100 тысяч Уже 200 Это получается Две красных ветки И по 2 масла И по 4 масла И по 4 азурума Женьшеня Да Женьшеня Дальше Заточки Кому нужны Легендарные Я бы тоже Тоже возьму Если хватит Но Понимаете Тут есть 4 коробки Сармати Я забыл про это В первый же день Можно получить 5 посохов И Тут коробка Сармати Это обязательно Надо взять Это еще 20 заточек Понимаете То есть это Первостепенно Эх Новичков Обломали Да Хотя Те новички У которых там Не знаю До сотого левела 200 тысяч Можно собрать Ну если вы активно Играете за 2 месяца В активном клане Ну наверное да У меня сейчас Где-то 170 тысяч То есть 200 тысяч Мне нужно только На коробке будет Ну тогда 200 тысяч На коробке Еще 100 тысяч Сюда И все Ячей больше нет А если что-то Останется То тогда наверное На блестки эликсиры Да Заточки тогда Придется профукать Кто же знал Что будет эта акция Блин Я только недавно 600 тысяч клановых Ачей потратил Вот НПС покупаешь Кодекс и точишь Или так да Точнее так Так дальше Посмотрим что еще В общем это клановая Плюшка Если вы клановые очки Еще не потратили Ну и не тратьте Не забудьте Посмотреть магазин Так Это мы смотрели Так А это у нас что Так Ну и это понятно И шмотки всякие Барахло Это нам не интересно В общем Самое интересное Это конечно Вот это вот связанное С посохом При этом При этом мы же понимаем Да Что теоретически Вы можете эти заточки Оставить на будущее Хотя если они будут Вводить еще какую-то Там вторую шмотку Третью Четвертую Пятую Каждый там патч Или какое-то время Промежуток Они могут Опять же Давать эти коробки Сармати И возможно Нет смысла Сохранять заточки На будущие шмотки Понимаете У меня 800к Всем насрать Так Всем пофиг Что у вас Если у вас больше 20 тысяч Всем насрать Напоминаю Хейтеры в чате У меня 500к У меня 500к У меня там 100 тысяч У меня там Это Всем пофиг Сколько у вас Там 20 тысяч Или 10 Всем насрать Напоминаю Да Вот такая вот тема Так что не знаю Пишите что думаете Четик Пишите что думаете Да Давайте Обсудим Ну согласитесь 500 бм Сразу получите Сразу тебе физатаки Много накинется Даже вот Первый посох Да Если он будет золотой И всем золотой 72 физатаки Это почти 4 кодекса На физатаку Ну или на мага атаку Если вы магами играете Или кем вы там играете 72 Плюс 1 проточил И у тебя там уже Сколько там было Короче плюс какой то бонус Короче под сотню Да У меня вообще Так Кого Нулина Все потратил Так что сосите С своими 800к А и сейчас мы розыгрыш Сделаем кстати Возможно ли за время акции Качнуть С 70 по 100 левел Нет Это тупо Разве что Ты будешь С 70 по 100 левел 24 на 7 Сидеть на площади У тебя лучшие бусты На опыт И все такое То есть у тебя там Золотые банки Пилюли включены У тебя там 4-5 петов На опыт Сколько у тебя там Может влезть На твоем 70 левеле Так Так что вот такие вот дела Да Желательно 100 левел взять Согласен Если вы сейчас 95 там Пятый какой то Я бы на вашем месте Сейчас затарился бы И забурился бы Хотя с другой стороны Все равно Вы коробки получите Просто их откроете На 100 левеле Ну да Кто вас Ну типа прям Очень сильно Спешит вас Брать Вам 100 левел В акции Вы можете участвовать Можете Правильно Вы не сможете Только посох одеть И все Ну вы его получите Но будет лежать на складе Как квестовый итем По сути дела Да А оденете на 100 Ну типа смысл Вам прям Жопу рвать Ради того Чтобы взять 100 левел Нет Если вы 99 То просто Чтобы быстрее Мотивация Понимаете 100 левел Взять Да Вот понимаете Так давайте Сделаем розыгрыш Давайте Сделаем розыгрыш Сейчас Секундочку Я включу Рандомайзер Так Рандомайзер Так Рандомайзер Сделаем розыгрыш Так Что надо сделать Ставите Лайк На стриме Видосики Все такое И ставите плюсик в чат Плюсик ставите Считаем плюсики Так И делаем розыгрыш Сейчас сразу два победителя Будет кстати Да Сразу два победуна Вот За 39 И за 69 лайков Два розыгрыша золота Всем Каждый день на стриме Мы делаем розыгрыши золота Так что приходите Да Вот Тогда я мимо акций Да че Ты все Блин Там же нет условия Что ты с 100 левела Можешь участвовать 100 левела Ты только сможешь Одеть этот посох Ты его даже проточить можешь А одеть ты сможешь Его на сотом Вот Так что не парьтесь А и еще Я добавил такую систему Как накопительная Давайте я вам покажу Расскажу Что такое альбом И прочее Вот у меня есть такая штука Как альбом В альбоме есть Вон Топовые места Фарма Темная сталь Руда энергии Где это все добывать И так далее Есть Аракис Статы Петы Вон Артефакты дракона Все мои духи Кодексы Магические сферы Лучейты Камни Общие статы Подвиги здания Потанцевал Уединенка Тотемы Тело Ци Фрагменты Чары В снаряжении Имеется ввиду Какие у меня там чары В снаряжении Что я там туда запихнул И так далее Тут все это общее есть Также голосовые сообщения И прочее То есть тут инфы На часа 3 Как минимум Будете рассматривать Все Для себя фоткать И прочее Тем более доступ к альбому Вы получаете один раз И навсегда Потерять доступ к альбому Вы можете Никак Только если вы сами Не знаю Забаните свою почту Так как вы доступ к альбому Получаете по гугл почте У меня То следовательно Вы получили один раз И навеки Это не по подписке Какой-то там Придуманной То есть нет вот этой Лохотрон Системы Аля подпишись И каждый месяц Продлевай Один раз доступ к альбому Получили Он вечно Ваш У некоторых людей Уже доступ к альбому Полтора года Полтора года Вот как-то так Да И так же я добавил Накопительную систему Ко всем бонусам Которые я даю За покупку золота У меня То есть сейчас Какая система Допустим Вы покупаете У меня тысячу золота Или допустим Тысячу четыреста золота Вы купили За каждую тысячу золота Вы получаете Сто баллов За тысячу четыреста Сто сорок баллов Я вас записываю К себе в таблицу Ее показывать не буду Пускай она будет анонимна Не все люди хотят Чтоб их там Не знаю Показывали Что они там Че-то где-то У кого-то покупают Поэтому таблица Для меня То есть я копирую Ваше имя фамилию Либо никнейм Если вы мне там Где-то в телеграме Допустим написали Или на бусти То есть вы мне Купили золото Я вам записываю В таблицу Количество баллов Вы накопили Допустим Тысячу баллов Или больше И вы хотите Их обменять Тысяча баллов Равно тысяча золота То есть грубо говоря Кэшбэк 10% Ну это если так Очень быстро Для понимания И вы этот кэшбэк Он никогда не сгорает Но конечно Когда вы его обмениваете Он обменивается на золото Следовательно Он сгорает Нет вот этих Лохотрон систем По типу Нужно потратить Эти очки Эти баллы До первого числа Каждого месяца Потому что они сгорают Такая мотивация Типа там Быстрее накопить Нет То есть пока я играю В мир 4 У вас баллы Накапливаются Каждая покупка Соответственно Дарует вам баллы Накопили тысячу баллов Потом допустим У вас нет На покупку золота Вы пишите Аракис У меня там тысяча баллов Дай мне тысячу золота Без проблем Изи Или можно так Допустим Вы покупаете тысячу Вы понимаете Что это у вас там Допустим Какая-то покупка Которая добавила вам Там какое-то количество очей И у вас больше тысячи И вы такие Еще на ту тысячу Очков Мне накинь тысячу голды Изи Если вы накапливаете Две тысячи очей Вы получаете Не две тысячи золота А две пятьсот Вот такая вот система Просили Сделал То есть в этом плане Это только бонус Я у вас не краду очки Я их не списываю вам Раз там в полгода Или раз в месяц Или если ты у меня Две недели золота Не покупал Я такой Воу-воу-воу У тебя тысяча очей Давай мы тебе спишем половину Ведь ты два месяца Не покупал Да вообще пофиг Вы можете как сразу Там допустим Купить к примеру Десять тысяч золота И вы получите Еще тысячу Просто за очки Если вы захотите поменять Да Никто вас не заставляет Да Эту же тысячу золота Можете кому-то подарить Допустим У вас там жена Играет муж Или еще кто-то Да Так все плюсики поставили Можете подарок сделать Конечно по почте Я тысячу золота не пришлю Мне придется Человеку продать Через рынок Работает эта система На любом сервере Где бы вы на Европе Не играли Это везде работает Так что обращайтесь Как все это посмотреть Как все это почитать Как узнать курс Бонусы И прочее Пишите мне вконтакте Не стесняйтесь В телеграме Либо соответственно На бусти Все ссылки есть в описании Или вот сейчас в чатике Так Вот вк Я думаю это жирный Кэшбэк Ну думаю точно неплохой Тем более это бонус К тому что вы и так получаете Во-первых Я единственный продавец Который окупает вам Комиссию рынка Пятипроцентную комиссию рынка Который у вас забирает А то знаете Ой Аракис Я там купил У другого покупателя У другого продавца Купил себе Тысячу голды А прикинь Мне пришло Девятьсот пятьдесят Че за кидалово Я говорю чувак Просто пять процентов Берет рынок И этот чувак Не окупал тебе Эту комиссию Если вы у меня Покупаете тысячу золота Вы получите больше Чем тысячу золота Так еще и покуп Еще и вам Оплачиваю комиссию рынка Вот То есть вы знаете На что вы рассчитываете Вам нужна тысяча золота Вы получите больше Чем тысяча золота А не так что Мне нужна тысяча золота На определенную Какую-то допустим Шмотку А вам приходит Девятьсот пятьдесят И вы такие Че за кидалово Нельзя так делать Наверное Так все Все плюсики поставили Поехали Розыгрыш Поехали Поехали Бегом будуч Так Плюсики Ёва Шума Чего вас так много Так Да Не были ни разу на стриме Приходите на стрим У нас куча новеньких Кстати на стриме Кто новенький Напишите Я новенький Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Так Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать 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 25 26 27 в ротор блин 28 29 30 31 32 33 34 35 36 как багет 36 37 37 ого это рекорд ну типа многие сейчас развалились вот так на диване не хотят даже плюсик ставить но не хотите я же вас не буду заставлять так поехали сразу два победителя будет напоминаю и так 37 ой 37 диапазон из списка два победителя исключить повторяемые числа все четко два победителя у нас под цифрами нажимайся блять нельзя было там 1 и 2 25 30 опять считать надо бота завести себе или какие-то зарубки делать 25 и 30 до 1 2 3 4 5 6 7 когда-то сделаю бота так еще раз раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и мама 12 13 14 15 16 17 18 куратор 18 19 20 21 22 23 так 23 24 25 так вова копирую тебя 25 26 27 28 29 и 30 так и ты пёс в чем вопрос шикарной ники так вы оба что нужно сделать что получить золото прямо сейчас пишите в чатик ваш соответственно имя фамилию как вы подписаны вконтакте течение пяти минут после этого вконтакте пишите мне выиграл золото все я под вижу в чатике вижу вконтакте одно и то же все совпадает или второй вариант если вас нет вконтакте напишите в чат без собаки без значка собаки ваш никнейм телеграма и то же самое в течение пяти минут напишите мне в телеграме выиграл золото будет совпадение значит вы получаете золото гц-шка победителей да опять договорняк естественно ну кто бы не выиграл всегда договорняк это понятное дело да кто бы не выиграл хейтеры блин кто бы и когда не выиграл всегда ракис плохой ракис виноват доступна новая версия начинайте игру снова снова заново с нуля вайп помните как в линейке пугали всех когда админы делали обновы или сервера падали и сразу обязательно или чё-то переставало работать или по центру вылазила надпись от админа типа через пять минут рестарт сервера типа и будет недоступен до там не знаю пяти утра и все сразу писали в общий чат о боже нет мы все умрем это вайп и начинают в чатике что такое вайп это когда опять заново с нуля качаться и те кто верили такие блин я только взял 70 левел заново качаться да чувак опять заново качаться то ну нафиг эту игру не хочу в нее играть да это ужас да это ужас тэрэн тэн тэн руслан а я за вероятно заблочен в телеге так сейчас посмотрю руслан а где в телеграме посмотреть черный список настройки он настройки где может конфиденциальность заблокированные пользователи а и как твой ник сейчас попробую тебя загуглить а тут можно как-то поиски руслан вижу руслан разблокировал тебя может теперь мне написать тэн тэн опять договорняк да шо ж поделать так все один победитель у нас так спасибо пожалуйста выиграл голду и досрочная что-то типа того чатаку чатаку короче эти посохи прикольная тема да так спасибо за лайки каждый день стрим